всем привет дамы и господа с вами как всегда александр и сегодня я вам расскажу о кресле которая обеспечена на реально очень сильную популярность для особенно в тех кругах людей которые не хотят переплачивать за именитые какие-то бренды немецкие там итальянские еще какие-то но в то же время хотят получить максимально качественный продукт за мы небольшие деньги на самом деле это почти невозможно но почти здесь ключевое слово в данном случае мы имеем кресло от компании осан flux изофикс модель называется и она интересна тем что мы в категории 123 с 9 месяца до 12 лет получаем кресло с хорошими материалами с хорошей посадкой и самое главное с хорошим каш тестами она достаточно безопасная даже скажем так очень безопасно для перевозки ребенка очень недорого стоит вот ссылка внизу в описании на мир автокресел пройдите посмотрите и увидите после обзора проходите по ссылке чтобы уже понимали что за кресло вот и будете приятно удивлены но мы с вами собственно давайте разберем что это за креслица такое повторюсь с 9 месяцев до 12 лет кресло самая универсальная группа по безопасности уже сказал все хорошо давайте сразу про ткань скажу это тоже очень важный момент комфорт безопасность по тканям ткани здесь опять же учитывая стоимость очень очень хороший приятные тактильный материал естественно не без синтетики этой в более дорогом сегменте всегда присутствует но самое главное она не раздражает на ощупь приятное особенно вот где лицо ребеночка все вот все гладенько аккуратненько и как как по мне вот я просто знаю такую ткань у других брендов это износостойкая ткань она долго сдержит такой товарный вид на самом деле вот и кстати по поводу ухода ткань можно снять постирать до 30 градусов машинки или вручную и тем самым она не сядет и вы обратно ее одените в общем с материалами здесь мне лично все понравилось что касается перевозки ребенка здесь у нас классическая система пятиточные ремни мягкие накладки паховая плечевая зона а еще что интересно на плечевой зоне на накладках есть на обратной стороне прорезиненный материал чтобы лучше фиксировала при дтп ребенка и меньше соответственно от ремня ребенок травмировался это обычно бывает в более дорогих креслах в этом сегменте ценовом это редкость поэтому вот еще вам явный пример того что здесь все хорошо так до метра роста мы пристегиваем ребенка пятиточными ремнями когда метр роста ребенок достигает ремни отсюда вытаскиваются тем самым и вот этот вкладыш тоже вылезает вместе с вот этими ремнями и пристегиваем взрослым ремнем ребеночка вот а что касается крепления самого кресла здесь весь самый такой максимальный набор присутствует кресло можно прикрепить как с помощью полноценного изофикса здесь кстати есть нормальный человеческий якорный ремень и еще можно устанавливать и на ремень просто без изофикса и без якорного ремня например вы впереди хотите установить в автомобиле кресло здесь это возможно вот что касается кстати о комфорте говорю про ткань давайте сразу и о посадке поговорим здесь вот маленький такой нюанс чтобы реализовать небольшой наклон для ребенка здесь нету вот чаши как вот ездит обычно кресло на своей базе здесь нет такой базы здесь нужно снять кресло вот этот вот упор вывернуть и потом ставить его обратной и тем самым кресло немножечко опрокидывается назад но наклон небольшой чтобы вы понимали сразу универсальных креслах он вообще всегда небольшой но здесь он не больше чем везде вот вот как есть вот видите сильно здесь не опрокинете в дальней дороге ребенка чтобы кроватки поспать такого не будет но в любом случае при движении лицом вперед лежать это небезопасно поэтому вот здесь вот такой подход так ну собственно давайте покажу как его пристегнуть на ремень это кресло а потом покажу как это делать с помощью изофикса изофикс это элементарная вещь конечно просто щелчок и все ремнем давайте покажу здесь на обратной стороне есть отверстие которые мы просовываем ремень это можно сделать под обивкой чтобы не было видно но я вам сверху отбивки проведу ремень чтобы вы увидели как он проходит вот здесь под ремнями все это проходит здесь засовываем все пристегнули под натянули вот собственно вот так можно пристегнуть автомобиле где нет изофикса если изофикс есть можно и ремнем и изофиксом и окон ремнем это уже лишнее на самом деле изофикса якорная ремня более чем достаточно в общем давайте теперь посмотрим как на изофикс пристегивается здесь еще все проще черчки так так собственно на изофикс пристегнули якорный ремень если у вас седан он находится за подголовником если же у вас какой-то универсал то обычно на спинке сиденья есть металлическая скобка за который мы цепляем и натягиваем нам ну то нужно чтобы кресло пристегнулась у нас и снизу и сверху только если должно быть две точки крепления вот собственно и все чтобы снять кресло за красный направляющий точнее за черный дергаем и она отстегнется так что касается регулировки подголовника давайте сразу вам покажу это такая не сильная сторона этого кресла потому что когда кресло растет вверх подголовник ремни при этом не поднимаются вместе с ним большинстве кресел это реализовано таким образом что растет вместе здесь же вам придется ремни переставлять по мере роста ребенка но на самом деле это недолго это минуту вы максимум потратите это же не каждый день делается поэтому в принципе с этим можно жить сразу видно насколько оно большое давайте сейчас уберу сразу кстати отсюда вкладыш и вы увидите пространство пространство здесь действительно много кресла достаточно нового ассортименте мира автокресел мы не очень много детей перемирили но с десяток уже успели и на самом деле недовольных родителей мы но не встречались среди тех кто мерил всем она понравилась кому то вот был недостаточно угол наклона ну вот такой здесь нюанс хотелось бы всегда конечно побольше но учитывая стоимость этого кресла на это все можно закрыть глаза потому что сделано хорошо наклон все-таки какой-никакой но он есть и уровень безопасности здесь высоких вот такой уровень безопасности в два раза дороже скажем так кресло уже начинается с таким уровнем безопасности поэтому вот офигенно реально за вот эти деньги купить себе вот такое безопасное кресло для ребенка не переплатив реально не рубля за навороченные там немецкие итальянские бренды например вот собственно все что хотела вам рассказать рассказал всю информацию донес я лично для тех кто максимально экономный не у всех сейчас есть возможности в конце концов покупать дорогие кресла если максимально недорого купить максимально за эти деньги безопасное я на рынке честно говоря ничего не встречал все будет дороже без исключения вот поэтому рекомендую обратите на него внимание если есть сомнения можете приехать в магазин мир автокресел убедиться в словах что я в обзоре сказал померить ребеночка посмотреть пощупать если же обзору доверяете можете смело его заказывать мире автокресел на следующий день 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 вам привезут и убедитесь уже сами у себя на месте что кресло действительно достойное ну а я собственно закончил хочу лишь пожелать вам хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка и удачи на дорогах всего доброго